Вы понимаете, что есть заградотряда? Были попытки, но нас сберегли. Кто нас принял, нас изберег. Вот теперь мы здесь, целые и здоровые. Спасибо им. Там, когда даже были переговоры, да наш командир тут же сказал, да пофиг на них типа, можете их расстреливать. Нас кинули, я не знаю, я не знаю, как это назвать. Я не знаю даже, кто мы и как эта ситуация сложилась. И что, если даст Бог, буду живой, что я потом скажу, там уже комбат. У меня блокпост сильно далеко, когда сказали по рации сдавайся в плен, оставляя оружие и все. Вот пока я успел дойти, то это, то я успел позвонить, сказать, Света, так и так. Я живой, пока я в плен. Тех, кто сдался в плен, привозят сюда неприметное здание на окраине города. Многие из пленных впервые за несколько месяцев могут помыться, побриться, получить медицинскую помощь и даже горячую пищу. Мы соль даем, что мы получаем, соль я даем. Чего кормить? Макароны. Макароны для аппарата. Два раза в день. Картофель он, консервы, вон хлеб, видите, мешкан он лежал, сожженный. Ну, тоже, вон, боеприпасы, цинки, погоревшие с боеприпасами, они сдетонировали, походу, некоторая часть из них. Ленты пулеметные. Хроника одного бегства. Росшие в мерзлую землю боевые машины, рассыпанные патроны, вывернутые наизнанку окопы, на дне которых все, что отобрано за месяц противостояния. Банки, консервация. Консервация, кстати, домашняя, именно с банок. То есть тоже, в магазине, это видно, что люди закрываются. То есть выносилось, походу, с погребов дома у людей. Вот это офицерский блиндаж. Отсюда пытались сбежать, бросая все. Вот это вот канадский комбинезон, теплый, американские каски, канадский спальный мешок и куча остального добра. Остальное все обмундирование, и даже на полу валялся зажженный фонарик. Сдавались подразделениями целыми, потому что им попросту отойти некуда было. Они в котле, они все, они закрыты. Вот тоже все, техника, все, оно все загружено разным барахлом. Мародерочка называется, потому что вещи хорошие. Ну, много влезет, кстати, вещи. Вот такие сумочки. Много влезет. Вы взяли эти сумки у пленей? Это сумки были у них, да, эти сумки были у них. В двух комнатах по 40 человек, повторяют, как под копирку, на войне оказались случайно. Вахтеры, шоферы, слесари и токари. Вечером погрузили нас, по-темному завезли в Донецк. Мы даже ехали сюда без оружия. Поначалу, когда не было обстрела, когда было перемирие, нам еще привозили бы припад. Когда начали обстрелы, ничего нам, ни еды, ничего. Мы доедали все после 25-й бригады. И наше командование просто забыло и оставилось на произвом. А когда мы доченько приехали, уже дебать скоро. И еще мои действия. Разберутся пешком, пойти домой или как? Дезертир с нами. И все, и все. И мне на странице сидеть в тюрьме тоже нет. Кинули в газельку, сказали, что вы едите в Адон. Если хотите писать отказ, так пишите уже здесь. Тут уже возможности не было. Ты маме позвонил? Нет, мама не знает. Мы даже автомата толком не умеем стрелять, в которых идти. А кем вы служили? Танкист. А вы участвовали в танковых боях? Я отказник. А что это такое? Это отказывался ехать в АТУ. Встал утром в 4 утра. Отказнику погрузили на Урал и приперли в Дебальце. На передовую? На передовую. Отказываться, видите ли, нельзя. Дали автомат и вперед за Альтонами. Я тут живу. Но нам информация совсем другая была. Мы с одной стороны, а не с другой стороны. И защищали свою территорию. Нас мобилизовали. Обманом я, что мы сюда и попали. Но нам никто никогда не скажет, что это стреляли наши украинские. Так, это тебе таблетки, ампицелин пей обязательно. Это тебе, бейте, хорошее. Это я спрямую. Давай сюда. Что там тебе? Руки чистые? Качивки нет. Это даже не уважение к поверженному противнику. Скорее, это простая человеческая надежда на то, что с товарищами по оружию, попавшими в плен, обойдутся так же. Или на то, что они, заверяющие сейчас никогда больше ни за что, оказавшись снова по другую сторону фронта, вспомнят этот пластырь и этот стакан воды. Продолжение следует...